Ну, вот такая у нас здесь церковь. Вот написано Methodist Church. И вот она была открыта с 10 до 3. Я, к сожалению, опоздала. Вот. И я до сих пор не пойму, потому что я не слежу за этими церковными какими-то праздниками, друзья. Поэтому я и не поняла. Вот видите, здесь украшен такой крестик. Он обычно стоял просто такой деревянный. Сейчас его цветами украсили. Я полагаю, может быть, это вот в честь Пасхи. Сегодня у нас воскресенье. И говорят, что... 1 апреля говорят, что здесь сегодня у них как раз вот Иста, Пасха. Но я не уверена. Я говорю, что я не слежу. Вот здесь сразу две маленькие. Маленькая и большая церковь. К сожалению, они обе закрыты. Эти церкви. Ну, они такие чисто английские. Они рабочие обычно. В них служба проходит. Но я же говорю, что я не интересовалась никогда. И ничего не могу вам по этому поводу сказать, друзья, к сожалению. А вообще, как я уже сказала, в связи с этими жуткими событиями в Кемерово, я не могу до сих пор в себя прийти. Очень сильно я это переживаю. И как-то даже вот не клеятся никакие видео у меня пока. И вот я сегодня опять гуляю по центру райда. И вы знаете, несмотря на то, что вот вроде как Пасха у них и воскресенье, вообще все закрыто. Все магазины, все банки, вот посмотрите, Барклай напротив, все закрыто. И вот это вот я вам показываю Fox Estate Agency. Это агентство по продаже недвижимости. И вот здесь вот рядом буквально, в шаге, вот оно, Watson Bull and Porter. Это тоже известное, довольно-таки распространенное у них агентство по недвижимости. Вот я знаю, что люди интересуются этим. Я вам сейчас несколько покажу, чтобы вы имели представление о ценах здесь на недвижимость у нас на острове Элла Вайт. Это вот цены на недвижимость здесь у нас в райде, друзья. Вот, пожалуйста, видите, вот такое бангало, 395 тысяч фунтов. Вот такое малюсенький, называется Detach House, который тут спрятался в таком неуютном месте между тремя какими-то большими зданиями. Вот, пожалуйста, 125 тысяч фунтов. Вот такой вот флэт на самом верху, вот где открытое окно справа, видите. Вот, пожалуйста, смотрите цену, 240 тысяч фунтов. Вот здесь дальше, 179 тысяч фунтов. Вот такой небольшой коттеджик, двухуровневый, так называемый. Вот, пожалуйста, цена, 275 тысяч фунтов. Вот такой совсем малюсенький домик бангало, опять же, 195 тысяч фунтов. Вот такой вот викторианский дом. Это не дом продаётся, друзья, чтобы вы понимали. Это всего лишь на всего квартиры продаётся вот в таких домах. Ну, они большие, трёх-четырёхкомнатные. Вот, пожалуйста, 435 тысяч фунтов. Вот такой вот домик. 285 тысяч фунтов. Вот другое агентство по недвижимости, то, что я вам показала. Watson Bull & Porter. Вот сейчас покажу вам здесь стоимость квартир. Вот такая квартира на первом этаже, вот в этом доме. Вот здесь показаны немножко, как он выглядит внутри. И вот его стоимость. 240 тысяч фунтов. Вот такой обшарпанный домик. Пишут, что он требует патернизации. Вот, если вы видите, здесь всё в ужасном состоянии, всё разбито. И он стоит 110 тысяч фунтов. Вот такой домик. Это ничего особенного, по-моему, тоже из себя не представляет. 395 тысяч фунтов. Вот, пожалуй, я нашла самый дешёвый флет-квартиру. Вот в таком вот доме, абсолютно неприглядном. На самом верхнем этаже опять. А вот 120, видите? 120 тысяч фунтов. Вот такая малюсенькая кухонка. Вот такая вот комнатка. И вот это вот что-то типа балкончика, что ли, не знаю. Вот 120 тысяч фунтов. Умножайте на 80 и получаете рубли. Здесь этих, кстати, агентств по недвижимости. Просто, видимо, невидимо. Один рядом с другим. Вот Fox, который я вам только что показала. И вот рядом. Пьер Эстейт. Это тоже агентство по недвижимости. Вот. И если мы смотрим туда дальше. Вот дальше, видите, Home. На голубом вывеска. Это тоже агентство по недвижимости. И дальше на красном вывеска White. Если видите. Сейчас ближе подойду. Вот еще одно агентство. Видите, рядом с Home. Они просто дверь в дверь. Это White Estate Agency. Также агентство по недвижимости. Вот сейчас, если мы с вами повернемся. Аккуратненько. Это вот наш центр. В райде. Как я вам уже говорила. И вот мы поворачиваемся. Немножко назад. Откуда я только что пришла. И вот, пожалуйста. Lancaster's. Рядом с красным справа. На голубом фоне. Это еще одно агентство по недвижимости. То есть, вот я буквально, вот вокруг я обернулась. И мы с вами нашли 5 агентств по недвижимости. Вот это цены в этом агентстве White. А если вы видите. 320, 299, 950. Вот комнатка 115. В общем, вы знаете, друзья. Если мне кто-то не верил про то, что я говорила. Какие у нас здесь цены. Вот 256, 245, 275, 349. Вот такие цены. Вот этот хоум рядом цены. 115, 225, 125, 110, 127, 209. Вот, друзья. Вот такой примерно диапазон цен. Я не знаю, есть ли смысл вам Lancaster еще показывать цены. Но я покажу. Вот, смотрите, продано. Это 375. И вот опять, понимаете, вот там написано. Три. Три sitting room. Две душевых. Вот это вот 189. Это, как вы понимаете, я показываю вам, не этот дом полностью продается, а всего лишь квартира в этом доме, понимаете, да? Вот, смотрите, здесь три спальни. Вот внизу написано. Кроватка три. Одна душевая. Одна sitting room. 189,950. Ну и вот еще, пожалуйста, это то, что я вам показывала. Вот эти домики пляжные, деревянные, которые стоят на пляжах, которые, в общем-то, и хранится пляжный инвентарь. Вот, пожалуйста, цена 22,500. Ну, то есть, вот, не знаю, по-моему, вы уже поняли и не имеет смысла вам искать еще там. Дальше еще есть Питти агентство. Там еще есть несколько агентств, по-моему, называется Марина одно из них. И, в общем, я даже уже не помню их всех названия. Просто вот то, что я вам и говорила, вы знаете, что, несмотря на Brexit, несмотря на вот какие-то проблемы, сейчас у нас жилье, цены на жилье, говорили, что они будут снижаться, рынок так немножко опустел. А потом опять, вы знаете, все поднялось, все вернулось, все цены вернулись и даже они увеличились. Я не знаю, в связи с чем это происходит, но это вот так. Так что, вот, друзья мои, как говорится, хочешь, верь, хочешь, не верь. Но цены на жилье в Англии, это просто что-то невообразимое. Тем более, как я вам уже говорила и показывала, вот, они внутри абсолютно из себя ничего не представляют. Это все допотопное. И вообще, вот я вам, кстати, вот показываю вот эту прелесть. Не знаю, видно вам или нет. Вот так расцвела какая-то, по-моему, это вишня или не знаю я даже, что это такое. Сейчас вторую покажу, там вообще красота. Вот такое второе цветущее дерево. Не знаю, к сожалению, сегодня у нас погода очень мрачная, сумрачная. Три дня дождь идет, и погода абсолютно не пасхальная, скажем так. Но, тем не менее, вот уже расцветают эти красивейшие деревья. Очень жаль, что я не могу их вам показать во всей красе. Ну, вероятно, вы видите все-таки кое-что. Очень-очень красиво. Она просто вся белая. И запах великолепный. Ну, вот вы знаете, из-за того, что у нас сейчас холодно все еще, вот этих пчел гудения, как обычно, я привыкла, знаете. Да и вы, наверное, тоже. Когда вот так цветут деревья, всегда пчелки гудят. Такой тоже и запах, и звук специфический. Но здесь вот почему-то пчелок нет. Холодно. Ну, и вот, пожалуй, друзья, это все, что я вам сегодня хотела показать. Я думаю, что вы составили представление, почему здесь так много вот этих агентств по недвижимости, которые я вам показала буквально в двух шагах друг от друга. Они стоят дверь в дверь, и они все процветают, и открываются еще больше. А знаете почему? Ну, потому что они берут огромные деньги вот за эти все продажи, потому что я вот знаю, что минимум, минимальная сумма, которую они берут с продавца, покупатель ничего не платит, но платит продавец. Так вот, сумма, которую они берут с продавца, это от полутора до двух с половиной тысяч фунтов. Это только они берут как агентство за свои услуги. Плюс еще вы должны заплатить адвокату Силисити, как я уже говорила. Это тоже от тысячи и до полутора тысяч адвокату за сделку. То есть они все, в общем, получают свои денежки. Вот. А мы все платим, обычные граждане. Поэтому этих агентств здесь огромное количество, и они все процветают. Ну, а с вами, друзья, я на этом прощаюсь. Берегите себя. Всего вам доброго. Пока-пока.